Вебинар посвящен такой злободневной, наверное, теме, хотя после новогодних праздников прошло достаточно много времени, но проблема всегда актуальна, и как привести свое тело после праздников. Нас ждут с вами не только новогодние праздники, а впереди у нас с вами День Святого Валентина, у нас есть еще ряд праздников, 8 марта, и там дальше майские праздники, и поэтому я думаю, что будет тема актуальна. И прежде всего мы с вами уделим время именно косметическим средствам и вопросам, почему иной раз мы поправляемся за праздники, и возможно и вы, те клиенты наши, которые смотрят и присоединяются к нашим вебинарам, И вы, уважаемые коллеги-косметологи, способны в рамках своего кабинета косметического, даже если вы не работаете по телу, привести вашего клиента в порядок. Ну, три основные проблемы после праздников, сегодня обсудим, варианты решения при помощи косметических средств, которые есть у нас в арсенале компании Гейтек, по телу у нас их не так много, Поэтому семинар будет не очень большой, достаточно короткий, пройдемся по всем средствам, что они умеют, с чем их можно сочетать, что можно добавить в домашние уходы, да, и что можно делать в салоне. По ингредиентному составу, да, потому что у любой косметической процедуры, у любого косметического средства есть противопоказания, и как раз соберем такие модели мини-процедур, да, которые можно сделать с клиентами, да, или порекомендовать именно вашим клиентам в домашних условиях, ну, прежде всего, основной проблемой, да, после праздников, после каникул, после обильной еды и праздничного алкоголя, да, То есть это всегда шелушение и обезвоженность кожи, не только на лице, но и на теле. Как раз часть на предпраздничном вебинаре я рассказывала, да, то есть что, почему происходит с кожей, да, сейчас тоже это обсудим. Локальное увеличение объема подкожно-жировой перчатки, ну, в период, наверное, новогодних праздников невозможно, так много увеличить объем, да, поскольку все-таки у нас жир накапливается в организме достаточно долго, где-то приблизительно около 100 грамм всего может за сутки формироваться, да, И то, это должны быть специфические условия, да, и, соответственно, то, что мы с вами видим после праздников, как правило, это застойные явления и отек. Это, по большей части, беспокоит наших клиентов, да, возможно, и нас самих тоже, и на какой-то там день после праздников, да, мы начинаем замечать какие-то неровности на фигуре, прибавку некоторой веси, ну, вот, хочу сказать, что это отек, и почему он формируется здесь, на самом деле причина достаточно простая, да, то есть, во-первых, это наличие алкоголя, если петиловый спирт, да, он не задерживается у нас в кишечнике и достаточно быстро всасывается в кровоток с ним, очень так же быстро засасывается сквозь межклеточное пространство, клеточные мембраны, точно так же засасывается вода, и это все оседает в мягких тканях, да, и на этом фоне мы видим с вами как раз вот такую припухлость, отек. Если после единоразового употребления алкоголя, да, допустим, там вы, ну, не вы единоразово, да, то есть один раз выпил, и какое-то время долгое достаточно не выпивается алкоголь, да, то и вода, и все выводится где-то примерно через сутки, у кого-то через 48 часов, вдвое-трое суток, да, выводится излишняя жидкость, да, и здесь, ну, возможно, в некоторых случаях даже не стоит беспокоиться. А вот если постоянный, как у нас в празднике, прием алкоголя происходит, да, то отек и вот эта вот пастозность может держаться достаточно долго, да, очень индивидуальные цифры, иногда это может быть и туда 10 дней держаться, может и дольше держаться, да, в зависимости от того, что еще этому способствует, да. Также чрезмерное переедание точно так же накладывает отпечаток на весь наш внешний вид. Постоянная еда, да, то есть вне режима замедляет процесс пищеварения, да, и точно так же замедляет процесс выведения пищи, поэтому, собственно говоря, да, мы ощущаем и дискомфорт, и одутловатость некую. Что делать в этих случаях? На самом деле, прежде всего, не паниковать, не устраивать стресс организму, да, потому что праздники – это всегда стресс, да, то есть и подготовка к праздникам, и несмотря на то, что мы получаем радостные эмоции, да, это все равно для организма стресс. Ну и последующее большое количество еды, алкоголя точно так же создают стресс в организме, и поэтому, как правило, гастроэнтерологи, да, и диетологи не рекомендуют такое жесткое голодание по той простой причине, что когда мы с вами голодаем, то выведение, да, вот этих продуктов еще больше замедляется, поэтому прежде всего на что обратить внимание на водный баланс, да, ну, с этим все хорошо знакомы, я не буду даже, наверное, хотя оставила слайд. Добрый день, кто к нам еще присоединился, очень приятно, да, повторюсь, что наш сегодняшний вебинар посвящен теме после праздничного приведения своего тела и себя в порядок, да, то есть прежде вернусь, да, то есть водный баланс, рекомендуется в это время выпивать достаточно больше воды, адекватный режим питания, вернусь, да, к тому, что сейчас не закончила, да, фразу говорить, то, что резкое похудение, дни голодания после праздников не рекомендуется. Опять же таки, это еще больше добавляет стресс к организму, да, и может вызвать еще и большую задержку жидкости, да, и также сформировать уже откладывание, отложение жировых клеток, что мы делаем в этот период, да, то есть нужно перейти на более мягкое питание для того, чтобы быстрее вывести продукты, да, которые мы употребляли в неограниченном количестве. Диетологи рекомендуют перейти на пищу, содержащую большое количество клетчатки, да, она создает объем, но при этом помогает выведению шлаков из организма. Я не очень люблю эту фразу, да, но в данном случае так и есть. И несмотря ни на что, то есть вот после такого вот стрессового питания, после обильного питания рекомендуется еще перейти на кисломолочные продукты. Все прекрасно знают, да, что у нас молочные продукты делятся на обычные, да, и кисломолочные продукты, да, почему, да, например, не только позволяют усилить метаболизм, да, кисломолочные продукты, да, ну и также, например, творог способствует быстрому выведению воды. Возможно, многие замечали, да, то есть когда переходят на кисломолочные продукты. Я здесь не хотела бы, да, потому что не тема нашего вебинара, да, диета, да, но небольшие рекомендации и своими, и не только своими, да, то есть рекомендациями диетологов делюсь. Углубляться не буду. Здесь все очень, в питании все очень индивидуально. И режим питания стоит строить, опять же таки, в эквиваленте то, сколько вы наели, да, то есть какую пищу употребляли. Дальше к мерам, которые возможны, да, для коррекции таких состояний и для коррекции фигуры, это массаж и обертывание курсами. Поскольку организм находился в стрессе, да, и здесь стоит обратить внимание не на агрессивные массажные техники, да, а на более мягкие массажи, да. Если нас слушают массажисты, все прекрасно знают о пользе обычного общего лечебного массажа и лимфодренажного массажа. Мягкие техники. Возможно, в некоторых случаях, если ваши клиенты, или вы являетесь нашим клиентом, да, то есть вы активно проводили праздники, да, то иногда больше даже помогает расслабляющий массаж, который позволит убрать проявление стресса, да, и усилит метаболизм в организме. Обертывания точно также должны быть не агрессивными, да, то есть в данном случае какие-то антицеллюлитные программы не подходят, хотя, например, большинство антицеллюлитных средств как для обертываний, так и для ухода за кожей, они обладают практически всей лимфодренажным действием. Физиотерапевтические курсы – это те физиотерапевтические процедуры, которые способствуют снятию отечности, да, и улучшают метаболизм в тканях. Соответственно, это, ну, банально, да, но в данном случае и так, да, то есть специальные физические упражнения и регулярные физические нагрузки. И эти нагрузки тоже должны быть плавными, точно так же, как и физиотерапевтические процедуры должны сразу, да, после праздников быть не агрессивными. И какие-то программы, да, то есть сложные в данном случае не подходят, да, то есть здесь все должно быть в спокойном режиме, поскольку, чтобы не усугубить этот стресс в организме, не сделать только хуже. Ну и, соответственно, все это должно сопровождаться домашним косметическим уходом. По поводу питьевого режима, я о нем подробно рассказывала на предыдущем вебинаре. Прежде всего, кожа у нас с вами после праздников страдает, да, то есть шелушение и обезвоженность кожи можно решить не только поверхностными средствами, да, защитными средствами и увлажнителями, но и сбалансировать питьевой режим. Существует масса разных программ, да, где требуется, там, принимать 2 литра воды, там, 5 литров воды. Если кто-то совсем не пьет воду, да, вот в случае таких программ, да, лучше все-таки просчитать режим приема воды и четко придерживаться программы, соответствующие вашему росту, весу, в случае, например, активного похудения, можно немножко увеличить дозу приема воды. В данном случае, да, я вот делаю акцент, да, то есть это всегда 25-30 миллилитров в жидкости на 1 килограмм массы тела, мужчины, женщины здесь не важно, да, то есть не имеет значения пол, если нет сопутствующих заполиваний, да, то, собственно говоря, придерживаться обычной нормы. К жидкостям, напомню, относятся не только чистая питьевая вода, да, но еще и водосодержащие продукты, да, то есть это супы, чаи. Многие диетологи рекомендуют, например, после праздничный период принимать отвары трав, да, очень хорошо, если нет аллергических реакций. Я буду, наверное, сейчас очень часто оговариваться, да, именно если нет аллергии, если нет каких-то побочных заболеваний, да, потому что после праздников, к сожалению, различные как раз аллергические реакции, они обостряются, им можно усугубить проблему, поэтому лучше обратиться все-таки к чистой питьевой воде, да, а не отваром трав. Для того, чтобы привести кожу в порядок, да, в данном случае она прежде всего выдает стресс в организме, да, там, шелушением, какими-то раздражениями, стоит обратиться к косметическим средствам, да, и ухаживать за кожей. Как правило, в некоторых случаях, да, для того, чтобы скамуфлировать, именно скамуфлировать недостатки, этого бывает достаточно. Также в своем арсенале стоит иметь средства не только с активными увлажнителями, но и базопротекторы, да, или сосудопротекторы, например, там, экстрактарники, конский каштан, виноград, как экстракты, так и различные другие проявления, троксирутин, да, и сейчас очень модный, да, там, компонент в косметических изделиях, это центелла азиатская, да, то есть они не только будут работать как увлажнители, да, но и будут способствовать снятию вот этой отечности, пастозности в коже. То, что касаемо салонных процедур, да, которые можно использовать, я уже говорила, да, то есть это методы физиотерапии, да, что у нас можно подключить. Если нет прямых противопоказаний, да, то можно подключить дренажные методики. Это у нас прежде всего прессотерапия, да, вакуумно-роликовый массаж по телу, да, там, LPG или его модификации, да, и мануальный массаж. Повторюсь, что все данные методики делаются в щадящем режиме, поскольку в таком послепраздничном, расслабляющем, в таком релаксовом режиме. Ультразвуковая терапия, да, которая будет способствовать выведению жидкости, также снятию отечности. Электромиостимуляция за счет ЕМС-тренировок, да, то есть можно улучшить не только состояние, да, мышечное, но и очень хорошо вывести застой жидкости и улучшить метаболизм. Здесь, опять же, не надо использовать жесткие методики. Кто работает с миостимуляцией, все прекрасно знают, да, то есть нужно тоже использовать мягкие методики, ориентируясь на чувствительность кожи, да, и на общее состояние организма. Ну и обертывания, которые будут способствовать не только выведению жидкости, да, но еще и улучшению состояния кожи, которые позволят нам скамуфлировать некоторые недостатки. Программа ультразвуковой терапии. Здесь на слайде можно увидеть программу именно со всеми средствами, которые представлены у ЕЛТЭК. Да, с большинством этих средств вы хорошо знакомы, мы сейчас составы их все разберем, посмотрим, как можно взаимодействовать, да. Прежде всего, для того, чтобы лучше воздействовать на кожу, улучшить ее проводимость и общее состояние, да, мы будем очищать кожу при помощи скраба. Далее будем использовать... На секунду. Я приготовила визуально, чтобы посмотреть. Наш косметический гель с алоэ верой и коллагеном прекрасно подходит как проводник, да, для ультразвука. По нему хорошее скольжение. Под гель, если хочется, можно добавить какие-то сыворотки немасляные. Какие-то сыворотки, например, если вы сочетаете лимфодренаж, да, с каким-то еще антицеллюлитным действием локально, под гель можно нанести еще антицеллюлитную сыворотку, да, и он обеспечивает хорошее скольжение. Здесь хотелось бы еще добавить, да, что после, именно часто очень после праздников, да, кожа достаточно сухая, наличие коллагена в геле, да, еще эстетически сделает кожу красивой. Обрабатываем участки. В течение 20 минут, да, четко по протоколу гелю даем впитаться, после чего можно, например, сделать дополнительно обертывание, либо водорослевое обертывание, либо можно использовать наш антицеллюлитный гель термоинтенсив, который в своем составе содержит большое количество еще и сосудопротекторов, да, то, что позволит еще больше вывести воду из организма. Обертывание делаем в течение 30 минут. Гель наносится под пленку, либо по ощущениям, поскольку все-таки терморазогревающий гель, да, если, а после праздников очень часто, да, кожа подвержена раздражению, это не совсем аллергическая реакция, но именно в этот период стоит проверить, все-таки сделать аллергопробу на чувствительность. Многие, кстати, замечали, да, и я, например, тоже просматривая вопросы в соцсетях или отзывы у нашей косметики, именно в послепраздничный период отмечается такой шквал аллергических реакций не только на нашу косметику, да, и не только на какие-то салонные процедуры. Косметологи не дадут мне соврать, что действительно после праздничный период большое количество на коже раздражения, это нормальная реакция, вот, поэтому можно сократить время аппликации, да, термообертывания, потом все смыть теплой водой, да, или прохладной водой, после чего нанести завершающий крем, да, но в случае можно воспользоваться нашим кремом массажным СПА апельсин, да, который еще дополнительно хорошо успокаивает и защищает кожу. Электромиостимуляция проводится, да, в данном случае не только, да, для уменьшения проявлений целлюлита, да, но в данном случае для улучшения крово-лимфообращения, да, и улучшения трофики кожи. Точно так же хорошо очистить кожу при помощи гель-скраба энергии обновления, да, кто с ним хорошо знаком, все прекрасно знают, да, он очень хорошо, мягко отшелушивает кожу. Если в кабинете нет душевой кабины, провести такой легкий массаж, поскольку это гель, он очень быстро впитывается, можно абразив просто смахнуть, а потом при помощи одноразового полотенца, да, или неодноразового полотенца удалить остатки скраба и уже после провести процедуру электромиостимуляции, да, процедуру электромиостимуляции можно так же для салонной, сейчас говорю про салонную процедуру, да, для фиксации электродов, также предлагаю использовать гель с алоевой верой коллагеном, у него очень хорошая электропроводимость, необходимость нанести и на тело, и на саму контактную поверхность электродов, да, зафиксировать электроды, и провести согласно протоколу вашего аппарата, да, в щадящем режиме. В данном случае, да, повышенные нагрузки, повторюсь, да, не рекомендуется. После чего удалить остатки геля, да, и финальный крем нанести. Вообще, на самом деле, гель с коллагеном и алоевой верой можно не смывать. Вот, если, я не очень люблю приводить себя в пример, да, вот, я, например, очень люблю им пользоваться просто в качестве увлажняющего геля, поскольку он достаточно быстро впитывается, немножко корректирует лично мои недостатки, да, поскольку состояние кожи, да, уже имеет, ввиду возраста, имеет место быть лучше, и очень хорошо после него можно быстро надеть любую одежду, да, там нет липкости, нет, как после масляных или жирных каких-то продуктов сложно одевать, например, там узкие джинсы, или, например, там колготки, может быть, не очень хорошо, особенно плотные, да, там, которые сейчас в зимний период мы носим. Можно дополнить, да, он не должен скатываться. Процедуры физиотерапии лучше проводить, да, через два дня, на третий, напомню, да, в очень таком щадящем режиме. Протоколы всех процедур можно найти для косметологов с себестоимостью, можно найти у нас на сайте в разделе «Полезное» в методическом пособии. Что еще, какие средства у нас можно применять, да, для снятия отека, да, и для того, чтобы улучшить состояние тканей, да. Есть еще у нас, наверное, тоже один из моих любимых гелей, да, гель «Локарапан» подходит как под прессотерапию, также подходит под ультразвуковые техники, под вакуумно-роликовый массаж и под все виды лимфотренажных процедур, да, потому что наличие в составе его солей озера «Островное» способствует очень хорошему выведению жидкости. также гель обладает, мы сейчас обсудим его состав подробнее, да, гель с гидролизатом коллагена также практически подходит под все физиотерапевтические процедуры, которые способствуют выведению жидкостей. И я уже начала говорить про наш гель «Скраб энергии обновления». Многие с ним уже познакомились, да, кто делает процедуры по телу. Многие используют его в домашнем уходе, а в случае такой вот коррекции фигуры домашний уход, он необходим, это очень мягкий гелевый эксфолиант, как я уже рассказала, да, то есть в условиях салона, да, то есть в условиях кабинета, где нет душевой кабины, это, конечно, спасение для косметолога, потому что его можно снять, смести и обработать просто влажным полотенцем или одноразовым полотенцем. В составе его очень много как раз сосудопротекторов, это и экстракт иглиц, и экстракт гуарана, экстракт фукуса, кофеин, да, все то, что в данном случае будет полезно для улучшения не только состояния кожи, да, но и будет способствовать выведению излишней жидкости. Абразив не жесткий, и по нему можно сделать небольшой такой легкий дренажный массаж, поэтому в домашних условиях будет очень комфортно его использовать, повторюсь, да, и для салонов, где нет в кабинете душевой кабины, которые не предназначены для процедур по телу. Гель «Фелкарапан» подходит под все физиотерапевтические процедуры. Его можно также использовать и в процедурах обертывания. Вот пока у нас не было антицеллюлитного геля, это, наверное, единственный гель, который очень хорошо, точнее, он не единственный, наверное, да, но он очень хорошо убирает отечность. В некоторых случаях он немножко обезболивает, снимает мышечное напряжение, как все процедуры, где используются соли. Прекрасное лимфодренажное действие, скажу, у него, да, и процедуры обертывания, когда можно включить в салонные процедуры. К примеру, у вас после праздников клиент пришел на массаж лица, да, на какие-то дополнительные процедуры. Возможно, там чистку, да, очень часто хочется провести после праздников. И тоже смотрю по своим коллегам-косметологам, да, то есть сейчас в зимний период, именно после праздничной обилии, процедур чистки лица, да, какие-то уходовых процедур, да, чтобы нивелировать праздничные проявления на лице, когда можно включить процедуру обертывания. Это будет полезно не только, да, для ухода за телом, да, но еще и для снятия подстозности в области лица. Да, то есть вначале, перед тем, как начать ухаживать за лицом, можно провести процедуру на теле, да, то есть мягко отскрабировать кожу, да, то есть немножко промассировать, сделать лимфодренажный массаж, нанести косметический состав под пленку и закрыть клиента либо пледом, либо термоодеялом, да, если нужно усилить эффект, да, и приступить к процедурам по лицу. Через 15 минут обертывание само можно удалить, да, и продолжить процедуру, выполнять процедуры на лице. И как раз про антицеллюлитный гель термоинтенсив прекрасно убирает отечность, да, не только способствует... Скажите, пожалуйста, меня слышно? Что-то у меня почему-то... А, все, спасибо, все слышно. Мария увидела процедуру... Ой, увидела процедуру. Увидела ваше сообщение. Дермоактив действительно очень активный и сильный. Я думаю, что можно кавитацию ультразвуковую сделать. Ну, вот как раз то, о чем я говорила, да, то есть в случае после праздничного, да, воздействия, то есть когда организм находится в стрессе и вероятность аллергических реакций, да, вот у меня как раз открыт слайд, да, его полного состава, да, там есть и кофеин, и много раздражающих компонентов, да, лучше, конечно, более мягкие процедуры проводить. Да, и в случае вариаций, да, таких... Совершенно верно, да, аллергопробы лучше делать в данном случае очень многие, да, косметологи, кто работает с клиентами, всегда после праздников это пик как аллергических реакций, так и просто раздражений, да, потому что кожа подвержен не только вообще организм, подвержен стрессу, поэтому все-таки лучше, да, сделать аллергопробу. И не рекомендовано, например, агрессивные процедуры делать в этот период, да, лучше какие-то детокс-процедуры, какие-то успокаивающие, расслабляющие процедуры, чтобы привести организм в норму, да, и, да, можно чередовать вообще по принципам, и работы с телом, да, лучше чередовать процедуры. На самом деле можно делать один день обертывания, на следующий день к амитацию или какую-то другую аппаратную процедуру. Если хочется много, да, то есть можно не справиться, организм может не справиться с метаболизмом, у нас был вебинар, и открою вам, наверное, секрет, да, в этом году еще выйдут средства по телу, и будем делать как обзоры по средствам, да, так и материалы по использованию. Я думаю, что я сделаю, наверное, вебинар именно по уходам за телом. Лучше чередовать процедуры, поскольку организм может не справиться с метаболизмом. Вот предыдущий вебинар я затрагивала тему именно активного похудения, когда именно проявлений на коже после активного похудения, да, то есть когда высокие нагрузки могут способствовать тому же лишнему обезвоживанию, да, там, у некоторых клиентов, у кого есть склонность, да, к акне, появляются высыпания, да, то есть чтобы нивелировать все эти процессы, лучше процедуру чередовать. Классическая схема через два дня на третий, но вот если нужно срочно, да, то лучше делать их через день. Разогревающие обертывания, да, то есть когда работаешь с большой массой тела, например, можно делать, очень многие массажисты так делают, хотя просто у нас гелевый препарат, да, я думаю, что он мягче, чем обертывания, да, которые в жидкости бинтовые. Некоторые массажисты и некоторые спа-терапевты делают горячее обертывание перед интенсивным массажем, именно антицеллюлитным, для того, чтобы улучшить трофику, да, и улучшить формирование, точнее, улучшить результат от процедуры, да, и здесь, я думаю, тоже так можно поступить, да, но если аппаратное воздействие, да, то всегда будет нанесение термогеля именно после процедуры. Но с другой стороны, да, то есть поскольку все равно как кавитация, так и любое вообще ультразвуковое воздействие, да, то есть оно улучшает проникновение активных ингредиентов в кожу, да, у вас именно такого плана, я думаю, да, будет, вы знаете, по поводу мастер-классов в шоуруме, вот я планировала такой мастер-класс по телу, осенью на него никто не пришел, а сейчас у нас в мастер-классе наш, ой, в шоуруме, есть наш постоянный штатный косметолог Надежда, она как раз массажист и хороший специалист по телу, к сожалению, вот ближайший мастер-класс из-за пандемии и повышенной тревожности по поводу нового штампа он будет отменен, но впоследствии будет еще надежда делиться своим опытом как массажиста и как специалиста по телу, так же и я тоже проведу мастер-класс, и, конечно же, будут мастер-классы по телу с презентацией новых продуктов, эти будут обязательно, да, я вернусь к протоколам, да, то есть вот горячие обертывания, поскольку они разогревающие, да, то есть вот перед массажем антицеллюлитным будет очень хорошо, либо все-таки лучше делать их отдельно, потому что он, наш гель, он все-таки очень активный. Чередовать с другими процедурами, ну, наверное, с миостимуляцией, да, все-таки тоже можно, хотя все равно проводимость кожи увеличивается, да, и чтобы не спровоцировать какого-либо раздражения, я здесь не буду уже говорить об аллергических реакциях, подразумевается, что мы ее сделали, да, или во всяком случае спросили у клиента наличие раздражающих факторов и наличие аллергических реакций, да. Так, противопоказания тоже есть, да, и в случае всех этих процедур, да, мы влияем на кожу, да, улучшаем ее общее состояние и зрительно, эстетически нивелируем проявление того, что мы наели за праздники, частично на подкожно-жировую клетчатку, да, то есть мы стимулируем липоэлиз и на мышечную ткань, да, улучшаем кровоснабжение и тем самым, опять же-таки, нивелируем все проявления праздничных дней, да, то, что еще можно дома использовать, опять же-таки, для того, чтобы привести себя в порядок. Скрабирование, нанесение гелий и обертывание каких-то дополнительных средств, ухода. Я вот сейчас сама наш массажный гель далеко стоит, массажный гель, извините, массажный крем с поапельсин, да, вот зимой используем на тело, да, мне очень нравится, и для хрупкой, опять же, возрастной кожи, да, и он, поскольку содержит масло апельсина, да, он еще частично будет нивелировать проявление как зимнего, так и праздничного воздействия на кожу. Что еще можно, допустим, рекомендовать своим клиентам? Сейчас гонения на массажные щетки, банные, да, но я вообще не вижу никаких противопоказаний к ним, да, то есть если действительно хорошая банная массажная щетка, да, то она прекрасно улучшит кровообращение, да, момент принятия душа и позволит, опять же, дополнительно и лучше подействовать как гелем, так и вашим защитным кремом, да, и тоже будет способствовать снятию отека, да. Ну и как написано на слайде, да, то есть формула успешной программы, да, такой коррекции именно фигуры после праздников, это прежде всего правильно, правильное питание ни в коем случае в данном контексте, да, это не похудение, это не голодание, да, а выбор продуктов, которые помогут справиться именно со стрессом, да, легкие физические упражнения, кто не любит просто ходить после, ну сейчас, конечно, у нас в Москве, да, и не только в Москве, где есть снегопады, действительно не очень комфортно, но это дополнительная нагрузка, да, то есть позволить себе лишний раз после работы, возможно, не проехать одну остановку, да, просто пройтись. Тренировки в данном случае, да, не агрессивные, скорее даже больше кардиотренировки, да, но здесь лучше именно с тренером посоветоваться, да, поскольку после всегда праздничных дней, да, каких-то стрессов, спортивные нагрузки тоже должны быть нозированные. Массаж и обертывание. Повторюсь, да, что в данном случае с агрессивных массажных техник, да, то есть с каких-то антицеллюлитных массажей, да, стоит перейти на более мягкие, дренажные, расслабляющие или просто оздоравливающие техники, подключить аппаратные, салонные процедуры. Здесь некоторые вещи, например, там, миостимуляцию можно, на мой взгляд, если сочетать, да, там, и с уходом с лицом, да, то есть прийти, чуть-чуть будет занимать процедуру больше времени, и ежедневный домашний уход для того, чтобы, опять же-таки, защитить кожу, позволить ей восстановиться. Ну, вот это, наверное, все, чем я хотела поделиться, да, было бы больше у нас средств, можно было бы больше фантазировать с процедурами, да, ну, пока их у нас вот таких активных три, есть еще в коллекции для тела у нас гель для интимной гигиены, но он, как бы, не очень хорошо вписывается в наш вебинар, что, действительно, обычные физиотерапевтические гели можно использовать себе в пользу, дополняя процедуры по лицу, либо в домашнем уходе для того, чтобы быстро восстановиться после праздников, и уже после этого, после восстановления, это, как правило, занимает 2-3 недели, да, то есть такая стабилизация должна произойти, да, и после этого уже можно приступить к каким-то серьезным антицеллюлитным программам, куда можно подключить, кто занимается там мезотерапией, да, там, или же такие серьезные аппаратные методики, можно подключать уже дальше и антицеллюлитные массажи, и все, что... Не говорю здесь про бани и СПА-процедуры, да, где принятие вам, хотя, если честно, я, например, очень люблю вот такие вещи в реабилитационный период, они приносят много пользы, да, и очень неплохо тоже сочетаются как с салонными процедурами, да, так и с домашним уходом. Говорила, что у нас семинар, сегодня наш вебинар очень короткий, если есть вопросы еще, да, я с удовольствием отвечу, протоколы можно, повторюсь, да, процедуру по телу скачать в методичке, возможно, вот сегодня она доступна, да, но в ближайшее время методичка будет пополняться, если вдруг она не будет в доступе, да, то, значит, на замене вы, кто постоянно, я вижу, присутствует на наших вебинарах, кто работает на наших косметиках, вы прекрасно знаете, что у нас за последний год вышло очень много продуктов, поэтому методическая литература обновляется, не беспокойтесь, то есть если сегодня не получилось посмотреть, да, то есть в ближайшие несколько дней материал обновится и можно будет все увидеть, во всяком случае, всегда можно задать вопросы у нас во всех соцсетях, можно задать вопросы и через менеджеров, и через Инстаграм, и на сегодня готова с вами попрощаться до следующих...